Усталость после рабочей недели или невнимательность участников дорожного движения. Прошлую пятницу сотрудникам госавтоинспекции пришлось буквально переезжать с одного места аварии на другое. Вечером на улице Силкина водитель автомобиля, выезжая с заправочной станции, не предоставил преимущества движения мотоциклисту, который двигался по главной дороге. И как следствие такой беспечности – ДТП. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию. Телесные повреждения довольно серьезные. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Еще одна авария произошла воскресным утром. Поворачиваясь с Октябрьского проспекта налево, водитель такси совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП супруги получили ушибы. После осмотра врачами были отпущены домой. Со слов водителя такси, ему помешало солнышко. Вослипило солнышко, поэтому он и не увидел пешеходов. Хотя как там их не увидеть? Двух человек. Что стало причинами ДТП, незнаний правил дорожного движения или погодные условия, выяснят следователи. Другой пострадавший теперь уже от рук мошенников знал о способах обмана по телефону и ему ничто не мешало проверить достоверность информации. Но пенсионер повелся на обещание аферистов решить его проблемы быстро и перевел на счет неизвестных лиц 38 тысяч рублей. Потом ему позвонили и сообщили, что денежные средства не могут пройти, что сумму нужно застраховать и перевести на счет еще 126 тысяч рублей. В итоге дедушка лишился более 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не переводить деньги неизвестным лицам, а всю полученную информацию проверять и сообщать о сомнительных звонках в дежурную часть. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24.